Здарова народ, меня зовут Дима Хаун и сегодня в своем новом ролике я хочу показать и рассказать где находятся все секреты которые смогли найти в игре под названием Sirius Sam 4. Такие ролики, где я вам подсказываю как играть, что делать, куда идти, куда смотреть не типичны для моего канала. Обычно я веду развлекательный контент, но почему бы не совместить развлекательное с полезным, согласись. Люди, которые когда-либо играли в Sirius Sam, неважно в какую игру именно, 1, 2, 3, 5, 6, 7, они знают, что эта серия игр любит пасхалки, любит секреты в виде предметов, секретных локаций, патрон, аптечек, брони и так далее. Эта традиция конечно же не обошла и 4 Sam. В этом ролике я вам покажу где найти все патроны, все специальные приспособления, устройства, гаджеты, как их называют по-другому, где найти секретных боссов, где найти секретные локации, проходы, пещерки, как залезть на забор, как спрыгнуть со столба, как перепрыгнуть монстр, я вам сейчас все расскажу. Наливайте чай, открывайте печеньки, погнали. Самый первый секрет вы найдете в этом туннеле, двигаясь по нему в углу вы найдете шкаф, загляните за него. Когда выйдете из туннеля, обратите внимание на эти кирпичные арки. Здесь поднявшись под лоском, вы найдете второй секрет. Третий секрет будет недалеко, вам нужно также двигаться по правой стороне, увидеть эту решетку, пройти дальше, найти куст и заглянуть в него. Четвертый секрет вы найдете проходя дополнительный квест. Здесь вас подсаживает Кенни, вы двигаетесь дальше, убиваете всех монстров, но не спускайтесь вниз, а идете направо. Тут вы находите кусты, заходите в них и двигаетесь дальше. Здесь под маленькой арочкой вы найдете броню, это есть секрет. Проходите дальше спокойно игру до тех пор, когда не найдете двустволку. Убив быков, зайдя в здание, слева там еще будет лежать рация такая, идите направо, до бетонных плит. За ними вы найдете еще один секрет. Возвращайтесь, идите дальше по квесту. Когда вы найдете первых солдат, такие крутые пацаны, у них еще пушки с зеленым цветом стреляют, увидите грузовик, такой желтый грузовик, на нем прицеп, запрыгните на этот грузовик и там будет секрет номер 6. Седьмой секрет также будет рядом. Когда спрыгнете с этого грузовика, вы не поворачиваете налево, куда вас требует идти квест, а идите дальше прямо, там за бетонными плитами лежит еще один секрет. Последний секрет на этой локации вы увидите только тогда, когда убьете утиля ракетчика. Чтобы найти секрет, вам нужно найти этот мост. Двигайтесь по нему до конца. Здесь дорога закрыта решеткой, на которой висит знак. Стрельните в этот знак. Это не просто секрет, это мини-босс. Таких мини-боссов в игре всего 4. Если хочешь, чтобы я показал тебе всех, то ставь этому видео лайк и я выпущу второй ролик, где покажу всех мини-боссов в этой игре. Да, за такого королевского быка могли больше ресурсов дать. На этой главе мы нашли все секреты. Во второй главе двигайтесь по основному квесту. Вы увидите кучу монстров, такие как солдат, зомби в рыжих костюмах, толстушки. Продолжайте двигаться до тех пор, пока на лавочке вы не увидите магнитофон. Пройдя дальше метров двадцать, вы слева на небольшой площади увидите киоск. Попробуйте на него запрыгнуть, чтобы найти секрет. Другой секрет находится напротив, на балконе. Запрыгнуть на него можно с помощью машин и кондиционера. Теперь вернитесь назад, там где вы увидели черный фургон. Тут вы можете заметить издалека открытое окно. Туда нам и нужно залезть. Чтобы туда попасть, смотрите и повторяйте за мной. Двигайтесь дальше, смотрите кат-сцену и дойдите до построения врагов. Как только замочите этот отряд, развернитесь и залезьте наверх по заборчику. А с заборчик на балкон. Тут вы увидите еще один секрет. Следующий секрет вы увидите на побочном задании, где нужно помочь итальянцам защитить балкон. Убив всех, посмотрите на проход, ведущий назад. Справа есть балкон, на котором мидно как торгает фиолетовый предмет. Чтобы на него запрыгнуть, повторяйте за мной. Не бойтесь упасть, если вы упьете, игра вас телепортнет обратно на крышу. Двигайтесь дальше по главному квесту и дойдите до первых вампиров. Вы их должны встретить на футбольном поле. Ну как на футбольном поле? Так, пацаны мяч пинают во дворе. Здесь вам нужен найти мяч. Подсказка, он лежит вот тут. Достаньте мяч, докатите его до поля и попадите в ворота. Кайф! Красиво, правда? Когда по сюжету подниметесь на крышу, там где еще миллион-миллионов пацанов в рыжих комбезах будет, сразу запрыгните на перила слева. И с разбега перепрыгните на другую крышу. Идите влево до конца, и вы увидите, как на балконе лежат куча предметов. Допрыгните до них и заберите их всех себе. Это был последний секрет в этой главе. В третьей главе секреты начинаются прямо на старте. Идите влево от небольшого здания и за кустами обнаружите тайник. Так же потом поднимитесь чуток вверх к маркеру и сверните вправо. В конце тропы нужно будет разбить доски, чтоб найти второй секрет. Когда найдете ключи, не спешите убегать. Тут есть секрет, смотрите как его достанется. Когда убьете первых клиров на просторной локации, там для сюжетного маркера еще где-то будет, плюс-минус 250 метров. Прежде чем свернуть вправо, подойдите к гробнице, которую вы увидите впереди, и нажмите на Е. Пятый секрет. Вы найдете перед входом на круговую арену. Вот тут он справа лежит. Видишь? Добраться до него можно с помощью паркура. А здесь можно увидеть вот такого вот поса. Поставь лайк, если хочешь чтобы я показал в следующем ролике, как его найти. Кстати, вот здесь вот есть бонусный секретик, который никак не обозначается в игре. Смотрите, мы собираем таблетку и появляются противники, а значка секрета нету. Вот так вот. Когда к вам обратиться к профессору, чтобы Сэп забрал артефакт, свои должны быть где-то плюс-минус на лестнице. Поднимитесь по этим ступеням до конца, обернитесь, прыгните по диагонали вправо и идите влево, чтобы отыскать секретные ракеты. Ха-ха-ха. А вот тут, кстати, ребята, есть еще один босс. Условия для получения этого босса вы знаете. Когда вы установите второй маяк и перебьете всех врагов, идите через левые двери. Слева от вас есть решетка, а в ней дырочка. Подоните к ней. С помощью ракетницы разбейте центральную колонну и появится сфера. А что будет, если в нее стрельнут? А будет секрет. Вот так вот. Хе-хе. Стреляйте по этой сфере до тех пор, пока она не взорвется. Это был последний секрет на этой главе. Совет. Стреляйте по этой сфере так, чтобы она взорвалась в открытом поле. Потому что из нее подцепятся аптечки и вам их нужно будет подобрать. Первый секрет вы найдете тогда, когда подберете снайперскую винтовку и начнете убивать скорпиончиков. Двигайтесь вдоль правой стены до тех пор, пока не найдете вот такие вот ступеньки. Залезьте на них и тут вы увидите секрет. Чтобы найти второй секрет, нужно идти также вдоль правой стены. Дойдя до этого угла, загляните за бетонные плиты и посмотрите налево. Тут лежит шприц. Третий секрет вы найдете там, где лежит третий образец для профессора. Когда вы поднимались по ступенькам к образцу, слева от вас был забор, где выбита дверь. Давайте заглянем сюда. Здесь, за тюремной решеткой, есть секретная сфера, которую, как бы вы не пытались, никак не подберете. Чтобы ее подобрать, нужно выполнить пару простых действий. Берем факел, относим костру, бросаем в костер, подбираем и несем обратно на стену. Теперь сфера наша. Четвертый секрет, вы найдете тогда, когда появится огнеметчик. Спускайтесь вниз и здесь, вдоль лавы, прыгайте по островкам. Тут лежит шприц. Дальше прыгайте на центральный остров, но не спешите подниматься, идите налево в арку. Тут будет секретная броня. А еще здесь есть вот такой вот секретный мини-босс. Это же легендарный огромный лавовый монстр. Хочете его найти? Ставь лайк. Хе-хе. Дальше поднимайтесь по ступенькам, справа от вас будет вот такая вот стена. Перепрыгните через нее. Дальше перепрыгните по островкам, чтобы найти секретный гаджет. На локации, где вы в прошлой главе установили первый маяк, осмотрите левый угол, где нашли пятый образец для профессора. Там есть такая вот аптечка. Подберите ее и наслаждайтесь. Девятый секрет будет рядом. Когда вы идете со стадиона, сверните вправо. Там за одной из стен лежит гаджет. Когда вы спасете Кенни и пройдете вперед, убив кучу противников, слева смотрите постамент. На нем видно маленькую аптечку. Запрыгните на этот постамент и подберите ее. Посмотрите на лаву и введите в ней сферу. Вы знаете, что делать. В этой главе секреты закончены. Первый секрет на новой локации вы найдете, когда зачистите все нижнее поле и подниметесь на холм. Когда будете подниматься, подойдите к этой стене и с разбега прыгните на забор слева. Двигайтесь вдоль этого забора к выступу здания, чтобы перелезть через заграду на балкон. Тут будет секрет. Когда придете на закрытую территорию, где куча солдат, монстров, снайперов и прочих других чуваков, осмотрите внимательно кирпичное здание. Тут лежат патроны. Чтобы их подобрать, нужно с помощью паркура подняться на эту машину, залезть на крышу, потом на другую крышу, перебежать мостик, залезть опять на крышу и подобрать патроны. Когда увидите справа первое дополнительное задание, не спешите бежать к нему. Посмотрите налево. На холме в стене есть дырка, залезьте в нее. Ведите впереди кирпичную стену, наверху есть припасы. Прыгайте по этой стене все выше, выше и выше, и вы наконец-то доберетесь. Теперь возвращаемся обратно и идем к этому заданию. Когда даете допросно на локации, не спешите идти прямо, лучше пройдите налево. Тут есть небольшой выступ, на который вы сможете забраться с помощью этих мешков. Как только перепрыгните стену, будьте внимательны, ребята, сразу не подбирайте патроны. Возьмите лучше ракетницу и приготовьтесь. Как только вы подберете патроны, сверху над вами появятся шагоходы. Когда будете двигаться к порталу, где-то плюс-минус на середине локации, слева будет подъем в гору. Поднимитесь по этой тропе, вы увидите решетки, а слева от них, в углу, есть секретная сфера. Проходите дополнительный квест смело и возвращайтесь обратно к главному. Когда на этой арене вы одолеете всех противников, откроются ворота, но не спешите в них заходить, лучше посмотрите направо. За этим забором есть секрет. Перепрыгиваем и подбираем. А следующий, седьмой секрет, лежит сразу справа от ворота. Видите наверху фиолетовый предмет и две статуи с аптечками? Взорвите эти статуи с помощью ракетницы. На их месте появятся быки. Не спешите их убивать! С помощью быков вы должны подняться наверх, смотрите. Подбираем секрет и убиваем быков. Это был последний секрет в этой главе. В самом начале убейте двух летающих монстров-шариков. Но не спешите покидать локацию. Смотрите внимательно за мной, потому что местонахождение этого гаджета я не смогу по-другому объяснить. Проще показать. До второго секрета вы сможете смело двигаться по главному квесту. Когда доберетесь до решетки, которая будет закрыта, вас попросят найти к ней ключ. Идите обратно. Перед аркой сверните вправо и следуйте вдоль высоких колонб. По правой руку вы найдете выступ с синим брезентом. Вам нужно на него запрыгнуть, чтобы найти второй секрет. Вернитесь чуть назад к этой решетке, но не доходите до нее. Справа есть такая полуразрушенная стена, на которую нужно запрыгнуть, а с нее уже запрыгнуть на балки. И вдоль этих балок найти третий секрет. Четвертый секрет лежит непосредственно рядом с решеткой. Посмотрите вправо. В углу есть кусты. Зайдите в эти кусты и найдите в такую небольшую маленькую локацию. Здесь лежит шприц. Дальше можете смело проходить игру. Когда вы подберете автоматический дробовик, вы увидите колонны. На одной из них лежит секрет. Чтобы на нее запрыгнуть, нужно обойти по ступенькам эти колонны, перепрыгнуть через эту стену и уже непосредственно с нее допрыгнуть до секрета. Следующий шестой секрет находится на локации, где находит много маленьких синих шагоходов. Разобравшись с ними, найдите этот разрушенный выступ. Запрыгайте на него, перепрыгивайте через стену и лезете в маленькую дырочку, где находится секрет с патронами. Рядом есть еще один секрет, достаточно идти в правую часть по этому полю. Тут за статуей лежит шприц. Когда увидите второй дополнительный квест, сверните к нему. Справа вы увидите такую небольшую постройку типа КПП, зайдите в нее сзади. Тут лежит шприц. Выполняя побочные задания, вы убьете первого быка. Как только это сделаете, справа в углу вы должны видеть арку, где на досках виднеется фиолетовый предмет. Подберите его, разбив доски сверху. Дальше выполняйте квест и возвращайтесь назад. Когда увидите, что маркер указывает на арену, подождите, не входите в нее. Сверху на дне есть статуя, которую можно разрушить с помощью ракетницы. Появляется сфера. Что делать со сферой, ребята, вы уже знаете. Стреляем, 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 взрываем, подбираем аптечку. Пройдите арену и спуститесь вниз по ступеням. Но не идите налево, а вы лучше поверните направо. За мусорным контейнером слева вы сможете найти секретик. Войдя до Колизея, не спустите заходить в него. Лучше поверните направо и идите до самого конца. Слева в углу за машиной вы найдете шприц. Также игнорируем вход в Колизей и идем в левую часть. Здесь в кустах лежит еще один шприц. И это был последний секрет в этой главе. Когда выберетесь из канализации, обойдите опору у левого моста. Затем обойдите опору у следующего моста. Дальше не спешите подниматься наверх. Лучше дойдите до конца. Тут увидите одинокую маленькую аптечку. Подберите ее. Зато, ребята, это секрет Зато секрет Когда поднимете на улицу наверх И дойдите до вот этой рации Сверните варку справа Обратите внимание на один из фонарей Это не лампочка, дорогие друзья Это защитная сфера Стреляйте по ней А теперь возвращаемся обратно туда, где мы поднимались Поворачиваем налево и идем к дедушке Получаем побочный квест Слева в углу, около грузовика, есть киоск Залезьте на него, подберите секрет Не спешите спускаться Слева есть грузовик, как я уже и говорил Поднимитесь на него С него запрыгите на эту опору И подберите шестой секрет Проходя побочный квест Вы дойдете до этого района Где появляются утильчики, женщины летающие Уничтожьте всех врагов И обратите внимание на этот карман Тут стоит бутка, где нарисована буква Т Загляните за нее Разбив забор, вы подберете сыворотку Заканчивайте побочный квест И идите дальше по главной миссии Когда закончите убивать порогов Подойдите к открывшимся воротам Но не спешите в них заходить Лучше позаверитесь налево И идите ко взорванным автомобилям Тут лежит восьмой секретик Девятый секрет вас будет ждать На другом конце моста Слева за взорванными машинами Когда спрыгнете на поле с кирпичными постройками Убейте всех камикадзе и снайперов Тут вы можете увидеть такую небольшую Маленькую приспущенную стену Встаньте на камень, который находится слева за кустами И запрыгните на нее Тут вы найдете кучу патронов Когда будете сражаться на последней локации Вы можете увидеть вот такую вот кирпичную стену Где одна из стен похожа на ступеньки Так и манят к себе Говорит Поднимись на меня, поднимись Сделайте это, чтобы найти последний шприц В этой главе секретов не осталось Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца Я надеюсь, он хоть как-то помог И вы нашли секреты, которые не могли никак найти сами Ролик, как вы заметили в названии Разделен на две части Эта часть первая была Потому что целый ролик выходит очень долгим И вам его будет, наверное, лень смотреть Я думаю, что выгоднее его разбить на 2, 3, 4, 5, 6 Я не знаю, сколько там будет частей Посмотрим Поставь лайк И я выпущу вторую часть совсем скоро Давай, пока Аааа, не пока, не пока, не пока, не пока Забыл сказать 8 лайков И я тогда выпущу вторую часть Угу, договорились А вот теперь пока Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok